Субтитры создавал DimaTorzok Одно свидетельство стоит рядом со мной Очень много молились И Юля получила исцеление И в прошлый шаббат мы проснулись А у нашего младшего ребенка Руи Температура поднялась до 41.6 И мы попросили всю общину молиться И через несколько часов просто температура удивительным образом спала И поэтому слава Богу за то, что он отвечает на наши молитвы Мы продолжим серию практических учений Меньше теологии Леон дибер Кишеваем о зеут Вегдара отцмин Что это очень важно И практик Леон две недели подряд говорил Про самоидентификацию И это очень важно и очень практично Это то, что заставляет нас задавать себе вопросы Отвечать на эти вопросы И понимать кто мы есть И моя молитва о том, чтобы Бог помог нам измениться Потому что это непросто Но это то, что нужно делать постоянно Я во-первых хочу напомнить и себе тоже Кто мы есть в глазах Бога И мы начнем читать второе Коринфянам Третья глава Пасок 18 18 стих Мы же все открытыми лицом Как в зеркале взирая на славу Господню Реображаемся в тот же образ От славы в славу Как от Господня Духа Мы говорили об этом в прошлом И важно нам напоминать Кто мы есть Когда мы смотрим в зеркало Мы видим Божью славу Тот, кто проснулся в шесть утра И посмотрел в зеркало Я точно не знаю, что видит, конечно Наверное, в пижаме Волосы на бекре Еще не почистили Зубы Скорее всего Все еще уставший Почему нужно вставать Но когда мы посмотрим в зеркало Вот так вот именно выглядит Божья слава Так написано Это факт Мы Божья слава И мы созданы По его образу и подобию И написано Что нам нужно измениться От славы в славу То есть у славы Есть также определенные ступени И нам нужно Подниматься по этим ступеням Некоторые люди думают Куда еще расти Я достиг потолка И написано Что есть связь Непрерывная С тем духом Который Пасыла Его шехина Которая действует 24 на 7 Каждый из нас Минимум Ангел Архангел Гавриил Серафимович Это то что написано Это теория Но есть большая Разница между Тем что мы хотим И между тем что есть На самом деле Но это Для этого мы учимся Для этого мы Стараемся И для этого мы Пытаемся достигнуть Духовных высот И иногда Когда я читаю такие вещи То я думаю Ну где вообще я И где то что Оба мне написано Потому что Когда я смотрю На сегодняшний день У нас есть В общем Рак шני Матсабин И потому что Когда я смотрю На каждодневную Нашу жизнь Есть только Два состояния Матсаб Шельнисайон Векоши Первое состояние Испытания И трудностей Матсаб Шельменуха Зе Нухут Бесарит А второе состояние Это состояние Отдыха Ну когда ты просто Позволяешь Своей плоти Отдыхать И скорее всего Второе состояние Отдыха Это только Подготовка К следующим Испытаниям Когда мы читаем Писание То мы в двух Состояниях Должны Правильно Себя Вести И название Моя проповеди Это Правильная Обыденность Во время Время Хождение В плоти Потому что Мы все Люди Обыденности И нам нужно Правильно Ею управлять Я хочу Дать Несколько Примеров Из Писания Как люди Жили Своей Обыденной Жизнью И может быть Мы что-то Возьмем Для себя В пример Потому что Если мы сами Не будем Управлять Своей Жизнью То мы Позволим Кому-то Другому Ею Управлять Поэтому Нам нужно Взять Своей Руки Руководство Обыденной Жизнью Сейчас мы Откроем Матфея 17 главу И прочитаем 13 стих 7 глава 13 стих Входите Тесными Вратами Потому что Широки Врата И пространен Путь Ведущий В погибель И многие Идут Ими Это учение Ешуа Он говорит Это самое Хорошее Состояние Которое Только может Быть Это Тесные Врата Тесные Врата Неудобные И неприятные Но это Самое Эффективное Время С Духовной Точки Зрения Работа Это Интересная Информация Меня Это Заинтересовало Наша Жизнь Начинается Через Тесные Врата Маленький Младенец Находится В очень Уютной Атмосфере Девять Месяцев А потом Есть Следующий Уровень Который Ему Необходим Пройти И нет Другого Пути И Ребенок Маленький Когда рождается Он тоже Прилагает Огромные Усилия Чтобы Выйти На Свет Камубан Гам Маленький Младенец Это Приключение Потому что Он не знает Что его ждет В конце Туннеля Это Неприятно Скорее всего И трудно Но он продолжает Пока он не выходит На свет Тогда он начинает Кричать Почему он кричит На самом деле Не нужно Кричать И Если Ребенок Рождается И не кричит То он Скорее всего Получает Попопи Для того Чтобы Поняли Что он Может Кричать А ему Страшно И он Начинает Кричать Все Что он Проделал Чтобы Выйти На Свет Это Для того Чтобы Выжить Это Было Его Стимулом Именно Бог Запланировал Этот Переход Это Правильный Здоровый И Очень Мудрый Процесс Но для Человека Маленького Это Не Удовольствие То 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 Когда Мы Находимся В Тесных Вратах Или На Уз Компути Это Очень Трудно И Неудобно Но Нам Нужно Посмотреть Сверху И Понимать Что Бог От Нас Хочет Потому Что Все Чего Мы Хотим Когда Мы На Уз Компути Или Пытаемся Пройти Тесными Вратами Это Поскорее Б Это Закончилось Наши Сенсоры Выживания Начинают Действовать Страх Желание Преуспеть Желание Чтобы Это Прекратилось Все Это Начинает Действовать Именно Это Тоже Правильно Потому Что Именно Так Бог Сотворил Нас Но Также Когда У нас Есть Физические Сенсоры Нам Нужно Развить В себе И Духовные Сенсоры Нужно Понять Что В этом ПРОЦЕСЕ Есть Тот Кто Руководит И Все В Его Власти Мы Сейчас Начнем Читать Послание Иакова Четвертая Глава Седьмого Падесятый Стих Итак Покоритесь Богу Противостаньте Дьяволу И Убежит От Вас Приблизитесь К Богу И Приблизиться К Вам Очистите Руки Грешники Исправьте Сердца Двоедушные Сокрушайтесь Плачьте И Рыдайте Смех Ваш До Обратиться В Плач И Радость В Печаль Смиритесь Перед Господом И Это Может быть Уровень Когда Бог Хочет Вернуть Нас На Тот Путь С К Мы Сошли И Это Может быть Так же Наказание За Грех Который Мы Совершили Неважно Какова Причина Важно Что Действие В данный Момент Происходит Правильное Но Нужно Ревновать Обоги Который Контролирует Эту Ситуацию А Не Страдать В том Что Счасть С нами Происходит Некоторое Время У нас Была Домашняя Группа И Мы Говорили Про Разные Сложные Ситуации Которые Нам Неудобны И Как Найти Выход И Как Мы Хотели Чтобы Состояние Изменилось Как Мы Хотели Управлять Этим Состоянием И Когда Мы Начали За Каждый Рассказал Свои Какие-то Проблемы Только Одна Мысль Пришла Ко мне В голову Это Была Ревность Ревнуйте Когда Мы Смиряемся Перед Богом В Сложной Ситуации То Мы Избавляемся От Это Очень Важный Процесс Это Дает Нам Пройти Путь Правильным И Мудрым Способом И Это Божье Повеление В таком Состоянии Смириться Перед Ним И Вторая Краин Очень Важна Которая Может Произойти К сожалению Это Не Зайти В Недостаток Важности Заботы Чтобы Да Чтобы Вас Не Охватил Пафигизм Пусть Уже Будет Что Будет Я Плыву По Течению Все Равно Это Когда Это Закончится У 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 Это Очень Опасное Состояние Когда В Прочессе Рождения Ребенка Ребенок Перестает Прилагать Силы Тогда Начинаются Сложности И Когда Происходят Роды Неестественным Образом Например Необходимо Сделать Кесарево Сечение То К Сажелению Это Часто Влияет На Будущее Состояние Здоровья Ребенка Поэтому Сокращение Пути В Божьей Программе Часто Не Приводит К Хорошим Результатам Мы Возьмем Довид Одну Личность Из Писания Которую Прошел И Хорошее И Плохое Его Завод Довид Довид Амелех Након Некрам 59 Беруси 58 Царь Довид Мы Прочитаем Из Псалмов На Русском 58 17 18 58 Псалом 17 18 Стихи И Я Ашир Усех И Аранан Лабокер Хаздеха Ко И Айита Мезгав Ли Уменоз Бриом Цар Ли Узи Элеха Из Амра Ко Элухим Мезгави Элухи Хазде Я Буду Воспевать Силу Твою Срань Ваут Рапера Возглашать Милос Твою Ибо Ты Был Мне Зашито Бежишем Вдень Скор Вдень Бетствия Моего Сила Моя Тебя Буду Воспевать Я Ибо Бог Заступник Мой Бог Мой Милующий Меня Мы Все знаем Историю Довида Как он Начал Пастухом Овец И Закончил Великим Царем Израиля И У него Было Очень Много Трудностей В жизни И Во время Всех Трудностей Он Писал Книгу Псалмов Но Есть Довари Мехарим Мецел Довид Вшему Элбет Парк 11 Но Также Были Другие Вещи У Довида Во Втором Царстве 11 Глава 1 3 С 1 3 Стих Велед Чувата Шана Леет Цет Амалаким Вишелах Довид От Йоав Вет Авдав Им Вет כל Yisrael Через год В то время Когда Выходит Царив Поход И Довид Паслал И И Слуг Своих С Ними И Всех Израильтян И Они Поразили Аманитян И Осадили Раву Давид же Остав В И И Однажды Под Вечер Давид Встав В Постель Прогуливался На Кровле Царского Дома И Увидел С Кровле Купающуюся Женщину А та Женщина Была Очень Красива И Послал Давид Разведать Кто Эта Женщина И Сказали Ему Это Версавия До Чилиама Жена Ури Хитиянина Если мы Прочитаем Несколько Глав До Этого Момента То Мы Увидим Что Бог Послал Покой Определенный Покой Израильскому Царству В Это Правление Давида Его Царство Было Очень Успешным Все Было Хорошо У Него Была Сильная Армия Он Пришел В Состояние Удобства Плоти Если До Этого Мы Читаем В Салмах Как Он Написано Что Сутра Искал Бога Ночью Вставал Чтобы Славить Его То Он Постоянно Пребывал В Молитве Молении Славословий А тут Написано Что Под Вечер Давид Встал С Постели И Прогуливался На Кровле Царского Дома Непонятно Зачем Он Встал К Вечеру Но Это Нехороший Знак Для Царя Встать Под Вечер И Начинать Бездельничать То есть Он Немножко Отпустил То Как Он Держался За Бога И Он Пошел Искать Дела Плоти А не Дела Духа Везе Ткуфа Молод Миссо Емет Лошел Пошрут Это Очень Определенная Это Очень Определенная Ситуация Когда Ты Ни Холодный Ни Горячий Пошрут Зе Матсав Молод Миссукан Вот Это Состояние Пофигизма Теплоты Не Знаю Как Перевести Это Очень Опасное Состояние Из-за Того Что Давид На Некоторое Время Можно Сказать Отдалился От Бога То Дьявол Использовал Чтобы Атаковать Его Мы знаем Весь Рассказ Довида И Версави И Все Что Произошло После И В конце Канцов Бог Возвращает Его На Тесный Путь Бат Шева Беремен От него Потом Наступает Период Когда Довид Много Молится Потому Что Он Понимает Насколько Он Себе Проблем На Голову Заработал И Народ Его Страдает Из-за Этого И Тот Ребенок Умирает И Этот Пример Мы можем Перекопировать В Нашу Жизнь Мы Балые Эш Мы Метпололим Дерег Коши Миссоем И Нотан Петерон Мебеют Оно Нахут Миссоем И Нахут Нахут Мы Горяч Мы Молимся Мы Сражаемся Мы Нахут 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 И Бог Дает Нам Определенный Покой И Тогда В Этем Покое Мы Остываем И Потом Получаем Проблемы Бог хочет Чтобы Нам Было Хорошо Бог Хочет Чтобы У нас Была Определенная Обыденность Чтобы Она Была Для Нас Приятная Потому Что Это Тоже Хорошее Время Чтобы Приближаться К О себе Думать О других И Помочь Кому То Другому И Поэтому Он Очень Много Привел Примеров Писаний Как Правильно Нам Находиться В Хорошей Обыденности И Для Чтобы Сохранить Правильную Здоров Хорошую Обыденность Нам Нужно Понять В Каком Состоянии Мы Находимся Для Того Чтобы Быть Умными Людьми Нам Нужно Научиться Говорить Самим Собой В конце Задать Себе Вопросы Доволен ли я Сегодняшним Прожитым Днем Нахожусь Лия В Состоянии Испытаний И Проверок Или Я Нахожусь Состоянии Хорошей Обыденности И Неважно Какой Будет Мой Ответ Но Я Получу Ответ И Согласно Этим Ответом Я Буду Знать Как Вести Себя Дальше Если Я Допустим Задал Себе Такой Вопрос И На Него Ответ Что Вроде Все Неплохо И Хотя Я Должен Во-первых Поблагодарить Бога За Свою Жизнь За Хорошее Состояние Но Мне Тоже Надо Помнить О том Что В Таком Состоянии Дьявол Может Приблизиться Ко Мне Нужно Быть Готов К Этому Мне Нужно Стоять На Страже Потому Что Как Адам Довид И Соломон Потерпели Поражение То Так же Я Могу Потерпить Поражение Матфея 26 Глава 41 Стих Бодерствуйте И молите Чтобы Не Впасть В Искушение Дух Бодр Плоть Женеваш Правильная Молитвенная Жизнь Наполняет Наш Дух Потому Потому Что Когда Мы Встаем Утром Идем В Душ Завтрак Это Все Заботится О Нашей Плоти А Ишо Говорит Дух Намного Более Сильный Чем Плоти Но Нужно Обеспечивать Его Нужды Для того Чтобы Он Дабыл Сильным Это Очень Похоже Это Очень Похоже На Притчу Аппетий Разумных Девах Аппетий Глупых Когда У них Был Хороший Период Они Ждали Жениха И Были Полны Радостных Ожиданий Это Была Хорошая И Хорош Удобный Период Но Пять Из них Постоянно Все равно Где-то Переживали И Беспокоились О том Чтобы Постоянно Было Масло Масло Это Символ Святого Духа А Пять Просто Расстратили И Ни О чем Не Думали И Они Остались Без Ничего Что Наполняло Бы Их Духовно Осталось Только Плоть И И И И 26 3 Там Есть Очень Интересный Стих Твердого Духом Ты Хранишься В Решенном Мире Ибо На Тебя Уповает Он Здесь Есть Определенный Кетч В этих Словах Если Ты Твердый Духом То Бог Тебя Хранит А Если Ты Не Сильный В Духе То Что Ты Не Хватал Того Что Ты Не Сильный В Духе Так Еще Бог Тебя Не Хранит Как Так Так Это Может Быть Очень Даже Может Быть Потому Что Когда Мы Больше Вкладываемся В Плоть А Не В Дух То Мы Увеличиваем Эту Пропасть Между Собой И Богом Недостаток Духовной Массы Выстраивает Стену Бог Не Вмешивается Потому Что Он Не Вмешивается В Наши Решения У Нас Есть Свобод Выбора И Когда Мы Нуждаемся В Помощи То Мы Находим То Что Мы Отдалили Его От Себя Есть Люди Которые Оставили Веру И После Полугода Года Говорят Ну Вот Я Малюси Не Чувствую Что Он Слышит Меня Что Я Должен Делать Я Малюси Я Не Чувствую Что Он Меня Слышал Поэтому Человек Настолько Расширил Пропасть Что Даже Если Бог Отвечает Он Не Слышит Его Мы Мы Знаем Что В Откровение Написано Мы Будем Час Читать Там Одна Из Общин Когда И Говорит Ты Не Холод И Не Горяч Он Судит Эту Общину Он Говорит Лучше Будь Или Холод Или Горяч Но Твою Состояние Намного Хуже Поэтому Я Написана Когда Ты Горяч Человек Ты Полон Духа Ты Молишь У тебя Живые Отношения С Богом Ты Знаешь Что Ты Горяч Когда Ты Упал Вери И Твоя Жизнь Тот Лос Ты Не Мол Ты Не Мол Ты Не Ничего Не Делаешь Ты Знаешь Что Ты Холод Ты Знаешь Что Ты Холод И Если Тебя Когда Ты Заинтерес То Ты Сделаешь Усилие И Вернешься К Тому Чтобы Быть Горяч Но Когда Ты Ни Холод Ни Горяч Ты Этого Не Осознаешь Мы Люди Когда Наход В Теплом Состоянии Они Думают Что Все Хорошо Мы Тянем Свою Плоть Каждую Субботу В Пшину Иногда Мы Тянем Свою Плоть На Домашню Группу Иногда Даже На Молитвен Собрание Мы Не В Курсе Того Что У Нас Все Плохо Поэтому И Говорит Лучше Тебе Быть Уже Холод Нам Нужно Каждому Задавать Себе В В Нахожусь Л Я В Теплом Состоянии Потому Что Если Нахожусь Теплом Состоянии Нужно Что-то Делать Нам Нужно Выстроить Практическую Духовную Обыденность Я думаю Один из самых Лучших Примеров Которых Можем Найти Это В Книге Иова Первая Глава Пасок 1-5 И Шея Бо И Шея Тан В И Шея И И Шея И Шея И И Шея И Шея Гм И был этот человек непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. И родились у него семь сыновей и три дочери. Имение у него было семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот парвалов и пятьсот ослиц и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитый всех сынов Востока. Сыновья его сходили, сделая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали трех сестер своих, есть и пять с ними. Когда круг пиршественных дней сокращался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили, ибо хулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. У него была духовная обыденность, очень хорошая и приятная. Он был очень богатый человек. Он был советник, очень известный советник на своей территории. В книге Иова мы можем очень много прочитать про него. Он своим домом управлял в Божьем страхе. Написано, что он своими положил преграду своим глазам, чтобы не смотреть на других женщин. Он вставал в утром, для того, чтобы совершать правильную духовную обыденность. Он выстроил себе правильную духовную обыденность. И даже Бог гордился им. И когда мы видим все испытания, которое он прошел. Он был настолько силен в Боге, что он не упал ни один раз. Благодаря той правильной обыденности, которую он выстроил для себя. Бог гордился им и в хорошее время, и во время его испытаний. Он говорил, я ответственен за свой дом, и как я решу, так и будет. Я управляю бизнесом. Я священник в своем доме. Я ответственен за свой дом, за своих детей, и за всех. Он это делал сутра. Как Давид написано в Псалмах, что сам ваутра он это делал. Если мы столько много видим в Писании, где написано сутра, отзари. То есть первое, что мы делаем, когда мы открываем глаза, если мы думаем о Боге, то, наверное, это важно. Мы должны понять, что мы всегда будем целью дьявола. Невероющие люди не являются целью дьявола, они так его. А там, где мы покажем дьяволу слабую сторону, туда он именно будет бить. Поэтому нам нужно выстроить свою жизнь и жизнь своей семьи, окружая себя силой. Поэтому я должен всегда задавать себе вопросы, кто я, и каково мое состояние. И действовать согласно своим решениям и управлению. И хорошо нам записывать разные вещи. Может быть, это звучит как коучинг, но это правильно. И когда у нас есть практические вещи в общине, тогда применять их на практике и планировать правильно свою неделю. Это будет влиять на меня и на мою семью. И нам нужно правильно действовать в удобной, в плотской обыденности. И я хочу просто завершить благословение, которое написано в Ефесянам 3 главе. Пасок 16. Ефесянам 3 глава, 16. Пасок 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 16. Аминь.